Привет всем! Сегодня я ездила в супермаркет, купила несколько, как по мнению, обычных продуктов молочных. Некоторые я буду пробовать впервые, некоторые я уже покупала. И хочу рассказать вам о них и показать. Итак, начнем. Я очень часто видела, что в Израиле продается соевое молоко. Вот такое молоко я сегодня купила, чтобы попробовать его впервые. Что на нем написано? Написано, что оно обогащено витаминами и кальцием. Изготовлено это молоко из сои органической. 5% жира, включает белок, обогащено кальцием. Итак, попробуем. Срок годности, кстати, сегодня у нас 26 февраля, срок годности 23 марта. То есть почти месяц срок годности. Перед тем, как открывать, всегда надо взболтать. Тут 1 литр. Стоило оно 9 шекелей. Даже интересно, какое оно на вкус. А вот такое немножко слегка желтенькое. Ну что же, Алла, приятного аппетита! Очень сладкое, надо сказать. Вау! У него есть какой-то такой привкус, как будто... Вот как пьешь молоко, вот только... Если кто знает, какое молоко парное, вот только корову выдоили и налили тебе этого молока, вот есть немножко какой-то такой привкус. Молока из-под коровы, но ничего общего, как мы понимаем, к коровьему молоко оно не имеет. И какой-то привкус такой, как будто оно... Есть такое понятие, пряженное молоко? Или я что-то путаю? Вот что-то такое. Или как будто в молоко добавили яйцо и взболтали. То есть какой-то такой гоголь-моголь. Нет. Оно мне похоже еще на детскую смесь. Такое молоко я пить не смогу, конечно. Но молоко полезное однозначно. Но, по-моему, это не мое молоко. Дальше. Еще купила вот такой торговой марки Альпро. Шкедим. Мешка Шкедим. Что это значит? Это ореховый напиток. Был по акции, за 5 шекелей купила. А так стоит 10. За 10 я бы его не покупала, как по мне. Очень маленькая коробочка для такой цены. Так, что же это у нас за напиток такой ореховый? Итак, включает в себя кальций, витамин B2 и B12 и витамин D. И нет в нем лактозы. Калорий 24 калории на 100 грамм. В принципе, малокалорийный продукт. Ну что ж, попробуем. Тут была трубочка специальная для него. И есть дырочка, куда мы эту трубочку рассовываем. Я хочу сказать, что на вид оно там тоже белое, как молоко. Ну что ж, пробуем. Боже, а это еще не вкуснее. Вау! Как это пьют. Нет, я понимаю, что это полезно. Вот это еще больше похоже на детскую смесь. Есть аромат орехов, именно миндальных, как и нарисовано. Есть какой-то, такой привкус, как будто это, там какой-то крахмал на губах. Нет. Ау! Это я тоже пить не смогу. Кошмар какой-то. Следующая, еще третья. Это тоже торговая марка Альпро. Однолитровый, однолитровый напиток. Кокосово-рисовый. Кокосово-рисовый напиток. Не, конечно, кокос я люблю. К рису тоже никакого плохого отношения не имею. Сейчас посмотрим, что это такое вообще. Срок годности у него, вообще, срок годности у него еще 3 месяца. Пробуем. Имеет тоже, имеет тоже цвет молока, но как будто это такое однопроцентное молоко. Ну что ж, будем пробовать. Фух, уже не знаю, что от него ожидать. Вот когда подносишь аромат кокосом, просто хочется сказать вау. Когда начинаешь пить, когда начинаешь пить, вау проходит. Кто это пьет? Наверное, это пьют вегетарианцы. Я не представляю, зачем это все пить, если оно настолько невкусное. А стоит вот это литр напитка кокосово-рисово 13 шекелей? За что? Не, ну, наверное, пользы много. Тоже витамины, минералы, без калорий. Не, калории есть. Сколько их тут? 20 калорий на 100 грамм. Без сахара. С кальцием, витамином D и B12. Не, ну, конечно, я его выпью, наверное, по чуть-чуть. Что одно, что второе, что третье. Но, чтобы кто меня заставил еще вот купить раз вот это, уж извольте. Дальше. Что у нас еще осталось? Кремовая, сырная кремовая паста. Как это называть? Сырный крем, сырная паста с укропом и чесночком. Ну, вот это, думаю, уже будет более что-то вкусненькое. Я такое когда-то покупала с другим вкусом. Было ничего. Вот такое можно намазывать на хлеб. Это должно быть вкусно. Либо к макарошкам добавлять, к макаронам вместо соуса. Итак, имеет оно такую жидкую консистенцию, как сметана. И какое оно на вкус у нас после этих всех прелестей. Кажется, они сюда добавили еще хумус. Ну, как бы можно кушать, когда на хлеб намазывать однозначно можно. Но... Так, сейчас я прочитаю. Ага, они оставили тебе состав. Сейчас я закрою крышку, чтобы понять, что тут есть в составе. Есть молоко, вода, чеснок, соль, лук и укроп. Неужели ничего из новенького мне не понравится, не станет моей постоянной покупкой? Ну, я знала, что оставить на окончании ролика. И это милки. В Израиле все знают, что такое милки. Это такой десерт с вкусом шоколада. Открываем. Я приехала только в Израиль. Муж у меня это пачками кушал. За день по 3 штуки мог лопать. Потом это все прекратилось. Потому что очень калорийное и сладкое. Нет, не надо. Верхний слой здесь идут взбитый белок. Взбитый... Да, это взбитые сливки или... Да, это взбитые сливки. Семипроцентные. Вот эта верхушечка беленькая, она ужасно вкусная. Очень вкусная. А вот уже вот этот низ шоколада, дальше который, он тоже вкусный, но очень сладкий. Как бы кушать такого в день много лучше не надо, потому что от вашей талии не останется и следа. Но продукт не сильно натуральный. И троугодности его в 10 дней. Итак, если подвести итог, то со всех этих продуктов, что я купила и попробовала, Милки по-прежнему заняли позицию. Конечно, они ничего общего к напиткам этим не имеют. Но, тем не менее, то, что я проверила раньше и то, что продают сейчас, я понимаю, что я ничего не упустила. И вот это все добро. Нет. Больше я на него тратить деньги не буду. Какое полезное оно не было. Спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной, когда я проводила эту мини-дегустацию. Пока-пока. И до следующих встреч, в следующих роликах. Роликах на другие, не менее интересные или даже более интересные темы. Пока-пока.